На Грибоедово 54 в октябре прошлого года частично обвалился балкон. Кирпичи рухнули на припаркованный автомобиль. После ЧП балконы сделали, но лишь с одной стороны. Теперь требуется их ремонт со стороны городской больницы номер 7. Сотрудники управляющей компании поставили забор в начале декабря и обещали завершить работы. Но этого так и не произошло. Теперь автомобилисты вынуждены объезжать дом по разбитой дороге. Заборы, вот, балконы, вон верхние там плиты пошли. Где-то первый, второй, третий этаж, где-то вот эти нужно ремонтировать. Железный забор здесь появился еще в декабре. Обещали убрать его в этом же месяце, но уже весна. Он перекрывает ближний въезд к дому на Грибоедово 54. А чтобы подъехать к своему двору, люди проезжают возле продуктового магазина, где большие ямы. Поэтому люди гробят свои машины, так как стоянка здесь. Перекрыли въезд сотрудники управляющей компании в целях безопасности. Балконы седьмого под девятый этажи опасны. Кирпичи вместе с плитами в любую минуту могут посыпаться вниз, как это было в октябре. С этого же дома, только с противоположной стороны, частично обрушились балконы. Напомню, 28 октября, в самый разгар рабочего дня, с балкона эвакуационного выхода на девятом этаже посыпались кирпичи. Люди услышали сильный грохот. К счастью, из пешеходов никто не пострадал. Правда, не уцелели машины. Под раздачу попала машина Татьяны Перевозчиковой. Был поцарапан капот. После этого случая компания Ленинского района все-таки среагировала. Балконы обшили железными листами. Но не все людям объяснили, денег нет. Уже с ноября месяца нет денег. Якобы они банкроты и делать они ничего не будут. Собирается взять деньги с людей. Собрать подписи и так далее. Это инженерное строение. Предложила управляющая компания выход. Поднять тариф по содержанию и текущему ремонту дома. 17 до 24 рублей за квадратный метр. Но платить люди не готовы. И как заставить сотрудников УК сделать ремонт не знают. Уже писали в ГЖИ, прокуратуру и даже сходили на прием к главе города. Но результатов пока нет.